МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К счастью, удалось избежать. Обошлись терапией и диетой. У них уже восстанавливается процесс глотания пищи, процесс принятия внутрь воды и так далее. Но, тем не менее, их какое-то время потребуется для того, чтобы полностью их довести до конца, сделать контрольное обследование, чтобы убедиться в отсутствии серьезных изменений. По словам специалистов, в случае травматизма, когда дети по неосторожности проглотили предмет или выпили опасные растворы, за последнее время участились. Все это чревато химическими ожогами пищевода и желудка. А в зависимости от степени травма может привести к полному разрушению пищеварительной системы. А увеличивают статистику порой сами родители, оставляя опасные вещества в открытом доступе или переливая их в другие тары без последующей маркировки. Профилактика в данном случае одна. Наше внимание к детям, наше внимание к тем веществам, которые мы храним дома. Если это имеется в виду бытовая химия, она должна находиться где-то на возвышенном положении, там, где ребенок не достанет, она под замком должна быть спрятана, чтобы ребенок сам без присутствия родителей не воспользовался данными препаратами. Если подобная ситуация все же случилась, специалисты настоятельно не рекомендуют заниматься самолечением. Родителям следует срочно вызвать скорую помощь и параллельно промыть большим количеством воды ребенку рот и связистую. Дальше свое дело сделают врачи, доставив пациента в больницу. Рината Леулова, Юрий Конихин, Руслан Баталов, Наталья Чумаченко. Новости Управды ТВ.